Книга «Открытым оком. Тема объединения. Том 13. Вопрос 2782». «Все ли епископы РПЦЗ за немедленное объединение с Московской Патриархией?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если человек простой еще имеет возможность отнекиваться незнанием, то епископам это труднее. Но они меняют свои слова, дезаверируют подписи, лукавят. Потому и ответ дать можно только приблизительный, согласно их слов, а в душе они могут быть совершенно иными или вдруг перемениться. К примеру, ответы секретаря Архиерейского Синода РПЦЗЛ, епископ Манхэттенского Гавриила Чемодакова. Портал Креда.ру Как вы можете прокомментировать появившиеся одновременно на официальных сайтах РПЦМП и РПЦЗЛ четыре документа, совместно выработанные комиссиями по переговорам об объединении и одобренные священно-началием обеих церквей. Особенно признание деятельности митрополита Сергия Строгородского, цитата, «подвигом служения». Насколько эти документы делают реальным объединение этих церквей? Епископ Гавриил. Пока еще рано говорить, что с принятием этих документов мы прямо идем к объединению. Все-таки эти документы сами по себе можно рассматривать скорее как какой-то проект будущих событий. Я должен подчеркнуть, это не только моя точка зрения, я полагаю, но и других архиереев нашей церкви. Но мы должны сперва прийти к какому-то обоюдному согласию в решении всех проблем. В этих документах, может быть, и касаются этих проблем в отношении декларации. В этих документах, я думаю, немало вещей, даже слов, которые могут кого-то соблазнить и навести уже на мысль, что мы сдали свои позиции и уже полностью приняли решение МП. Это не так. Эти комиссии предприняли немалые труды. В этих документах, конечно, есть слова, которые и меня очень смутили и многих смущают. Но это слова о, цитата, подвиге служения митрополита Сергия. Я, конечно, не могу назвать его служение подвигом и думаю, что это многих соблазняет. Однако комиссии Московской Патриархии пришлось во многом уступить нам и согласиться, по крайней мере, в том, что декларация митрополита Сергия, по сути, неправильная. Церковь не может так поступать, как поступил митрополит Сергий, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Надо не забывать, что у нас в будущем году будет всесорубежный собор, где будут представлены все епархии делегатами и духовенством эмирянами. Но какие бы ни принял решение собор, они должны быть утверждены архиерейским собором, который должен состояться сразу после всесорубежного собора. Замечу, что мы даже не касались серьезного вопроса об экуменизме, а большее время уделили декларации и личности митрополита Сергия, а также отношениям церкви и государства. И слишком мало времени было уделено экуменизму. Вы сами, наверное, видели, что в день появления этих документов на сайте Московской Патриархии там на первом месте стояла новость о встрече Патриарха Алексия II с делегацией Всемирного Совета Церквей. А наши документы оказались на третьем или четвертом месте. Это сразу смущает читателя, особенно нас, зарубежных читателей. Это говорит о том, что с решением вопроса об экуменизме будут большие проблемы. Поэтому говорить о каком-то объединении, пока проблемы экуменизма не будут разрешены, преждевременно. Стоит прочесть историю братанья, чтобы пальму первенства приписывать не к клобукам. Третье царство 20.33 Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали «Брат твой Венодад!» И сказал он «Пойдите, приведите его!» И вышел к нему Венодад, и он посадил его с собою на колесницу. Иеремия 13.16 Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. 2 Коринфянам 6.14 Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою! Упрямство осла Перешло в поговорку Какой же упертый солист из пустыни И с места не сдвинешь Ни палкой, ни поркой Уж коль-что задумал На том и застынет Чем тешить упрямство Конечно же есть у особи каждой, когда разберемся Копыто особое, пенье и шерсть Как лопоух, неказист он и ростом Израиля Бог упрекал и не раз За мнение, чуждое воле Господней За идолом склонность За гнусную страсть За цель, что подчас Совершенно негодно Смирение Не свойственно Рода упрямых А как хорошо Показать его всюду Пока За упрямство расплата Не грянет Где кротость Туда и спасенье прибудет Упрямей монашества Трудно сыскать В самом основании Самость и дикость Тоталитарностью Пышет устав Мечта пятилетних Добыть себе климакс Что Бог говорит Что Бог говорит То глаголит Писание Все по боку им Чернорисцам замшелым Им летом подай За худалые сани Лжепослушанием Затарят все щели Упрямы сектанты Различных мастей Свои заблуждения Лучший наркотик Их дом Паутина Без крыши и стен И что ни скажи им То сейчас они против Не дай Бог Упрямым Прослыть Помереть И внукам В придачу Такое наследство С двуперстьем Своим Хоть на дыбу На смерть Такие же будут Ослицы невесты Конь необузданный Страшно упрям Так воля Своя сына Делает и дерзким Им пользы не даст Ни Писание Ни храм Себе и другим Он соделался Мерзким 11 июля 2005 год Игнатий Лапкин Оно Игнатий Лапкин